Ранним утром, когда только-только начинают петь птицы, во дворе дома ребенка уже кипит работа. Разбившись на бригады и вооружившись необходимым инвентарем, участники субботника красили, белили, собирали в мешки старую листву деревьев, которая осталась еще с прошлой осени. Территория не маленькая, но и желающих облагородить ее оказалось достаточно. Логопед детского учреждения Лариса Прохорова пришла не одна. Рядом с ней трудится ее сын Данил. А мы вчера были в школе искусств, и там был очень хороший праздник детский. И мы услышали такие слова, встал утром, убери свою планету из маленького принца. И поэтому решили помочь маленьким ребятам. Да, Даня? Не хочется, чтобы у этих ребят было чисто на территории. Представители коммунальных служб города красили малые архитектурные формы. Ничего, что краска не только на деревянном сооружении, но и на одежде, и на лице. Работа спорится, и вот уже домик, где будут играть малыши, выглядит по-новому. Дети есть дети. Всегда надо помогать. Может, и нам когда-нибудь помогут. Но большинство участников субботника – это представители Государственной жилищной инспекции Московской области. Их выдают отличительные знаки на одежде. Нужно оказывать посильную помощь, проявлять милосердие к данным детям, я считаю. Отличный пример для подчиненных – руководитель ведомства Вадим Соков. Работает наравне со всеми. Уверен, их помощь очень необходима учреждению. Дети – наше будущее. И есть коллектив Госжилинспекции. С удовольствием принимают участие в данном субботнике. А Ленинский район, Видновский детский дом – это наш подшественный детский дом. Поэтому принимаем участие не только по зубу, по работе, но и по зубу сердца. В доме ребенка гордятся такой дружбой. Ведь Госжилинспекция всегда рядом, когда нужно помочь. Будь то уборка или подарки к празднику, например. С удовольствием приезжают, с удовольствием общаются с детьми. Всегда детки рады им, они уже их знают. И в результате этих встреч у нас есть и фото. И мы очень дружим. И помощь эта просто, знаете, как свыше нам дана. Еще одним важным делом стала высадка плодовых деревьев и ягодных кустарников на большой территории позади здания. Как сказал Вадим Соков, малыши будут гулять и лакомиться ягодой. Разве это не здорово? Татьяна Брылов, Владимир Андреянов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.